Сила Сибири набирает обороты. И сегодня мы обзираем линейку жидкостей «Вейтми» от питерского производителя, присланную нам всевозможным уважаемым магазином «Папироска.РФ». Собственно, жидкость «Вейтми» брендирована на тему «Алиса в стране чудес», что видно из названий типа «Алиса», «Гусеница», «Чеширский кот нам» и так далее. И изначально в линейке было, собственно, 6 вкусов, и потом линейка была уже расширена впоследствии, после выхода ее основной части в продажу, до 8 вкусов. Пропорции везде стандартные, 70 на 30, собственно говоря, вся жидкость поставляется в таких стеклянных пипетках, в стеклянных пузыряках с пипеткой, с контролем первого вскрытия. Она не синенькая, она всякие разные, да? Да, всякие разные, они в основном синенькие, бывают зелененькие, да, коричневые. И бывают по крепости тоже всякие, от нуля и, собственно, до трех миллиграмм. Ну что, давайте рискнем, спарить это, съесть это, выпить это мы не будем. Итак, первый вкус у нас, собственно, «Алиса». Вообще «Алиса» позиционируется как вкус сваткой груши. Давай, жги. Это странно. Я тебе больше скажу. По докладу, скажем, «Папироски», «Алис» – это самый популярный вкус в этой линейке. А запах груши сладкий, пара, я не знаю, как на вкус. Запах такой, груши такой, даже не груши, а знаешь чего, когда есть груш, компот варят. А я вот кроме малины, там кроме малины есть еще что-то. Какая малина? Кстись, там груша. Какая малина, ты что? А на запах груши, а на вкус малины. Ну мне, по крайней мере, показалось. У тебя всегда очень странные рецепторы были. Ты всегда люто, бешено обожал вообще анисовые вкусы, термоядерные, которые большая часть населения в принципе парить не может. Чего уж говорить, если ты грушу с малиной как-то умыряешься попутать. Нет. Позвольте волшебства. Ну ты знаешь, я тоже, кстати, не скажу, что это прям груша. Ну на вкус... Это в сторону малины, правда. Малины и еще что-то. Может быть даже груша. Сладость малиновая. Ну сладость, да. Но вот именно и привкус малиновый. Как будто ты вот малинового сиропчика такой. Бабахнул. Нет, что-то грушовое там есть, конечно. Запах. Запах, вот пара запах вообще. Прям грушовый. Интересно. Нет, это интересно, но если бы не сказали, что это груша, я бы никогда в этом не распользовался. Я бы тоже не поверил. Ну вот парадокс, ладно. Может не будешь читать что там внутри, а мы будем пытаться угадывать. Не вопрос, угадай-ка наше любимое тело. Давай в гусенице. Написано. Катерпилл. Да, что в гусенице? Вот какая гусеница на вкус, как ты думаешь? Я в детстве ел гусениц. Не скажи, что они вкусные. А ты каких ел? Зеленых? Слушай, я все думал, что у меня было какое-то очень тяжелое детство. Потом познакомился с тобой и думал, что у тебя было тяжелое детство. Но он, кажется, пытается нас всех переплюнуть. Понимаешь? Да, да. Я в детстве ел муравьев. А их тоже, они кисленькие. Понимаешь, когда кричали с муравьев, приходили на гусенице. Что делать-то? Ну, тоже хорошо. Мальчик, ты чем хрустишь? Не знаешь, а мопль хвошло, да? Вы меня прибьете. Ну, возможно. Это груша? Это было бы, кстати, очень оригинально, ты знаешь. Такой, опаньки, вот это поворот, да? Вы там ждали груши, а нет ее, он здесь есть. Давай, давай, давай. Чем порадуешь? Я вот пытаюсь понять, что это? Это огурец. Да черта с два. Огурец. Правда огурец. Причем такой, знаешь, с грядки только что сорванной. Сладкий, классный обурец. Знаешь, бывают такие корнишоны, не очень крупные. И когда вот прям сорвал... После вкуса огурца прям такого вот этого. Вот прям освежающий такой приятный вкус огурца. Причем с сахарочком, да. Я прочитал что-то, я об этом тоже удивился. Вообще это абрикосовый коктейль. Я вот абрикоса там вообще не чувствую. Абрикоса тут и нет. Я чувствую тут курагу, но огурцовая какая-то свежесть тут реально есть. Я вот чувствую огурец. Прям при чем вообще. Но тут привкус далеких стран. Может быть оно и есть. Ну я не скажу, что зеленый. С ноткой ближайших дачных поселков. Вполне возможно, что это нотка дурацкая. Это вот как раз огурцовая нотка, смешанная с амрикосом. Ну может быть, да. Ну что, почему бы нет? Я могу сказать, что... Чтобы столько не извращались, вот такого я еще по крайней мере не помню. Вот это весело. Я могу сказать, что зеленые гусеницы на вкус не похожи на огурцы. Нам только что сказал эксперт, понимаете? Это не зеленая гусеница. Да. Окей, верим. А на что похожи зеленые гусеницы? Гусеницы. Курица не знаю, а вот гусеницы... Зеленая курица, боюсь, ни на что не похожа хорошая. Ну так на что, на что, на что? Очень вкусно, будто лист жрешь капусту. Очень хорошо. Ладно, давай двинем дальше. Чеширский кот. Ну, надеюсь, он не будет пахнуть кошачьей свежестью. Да. Да, как вы помните, у меня пять кошек. Ну, точнее, кошек у меня две и три кота. Мы подобный вкус недавно пробовали, на самом деле. Вот, это... Я не буду говорить пока что это, пока вот до тебя это все дело не дойдет. Ты должен это угадать. Ну, я только угадал сразу. Ну, с тобой понятно. Ну, он стандартный вкус. Ну, да. Он не плохой, не хороший, он достаточно обыденный. Он во многих миксовых линейках встречается. Это не самая плохая вариация. Она не химозная. Она не химозная. Не химозная. Так, ты признал вообще, нет? Я-то признал. Ты понятно, я вот Кирилла пытаюсь выдернуть. Ну, 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 ну. Старый алкоголик. Зеленая гурица. Кузеница. Старый алкоголик, ты должен это узнать. Ну, ну, ну. Да что такое-то? Не, не чувствую, что это алкашка. Пинаколада это, двоечник. В прошлый раз мы еще путали вот это с... А кокосик где? Кокоса, он здесь есть, но его здесь мало. На послевкусе, да. Баланс здесь в сторону ананаса смещен. Он достаточно сильный. И, кстати, ананас тоже не сам фиговый. Меня, кстати, догнал вот именно на послевкусе. На входе я вот... На входе, да? На входе ананас. Ананас и вот эта вот кремовая какая-то легкая основа под ним. Втянулся. Втянулся. Втянул. Кстати, она вкусная. Должен признать. Да, потому что мы недавно тоже пробовали чью-то пинаколаду. Она была немножко такой, это самое... Пластиковый, что ли... Что-то было какое-то... Клубный. Клубный, точно. Не пляжный. Клубный. Да. Вот здесь вот именно хороший классический вариант пинаколады. Ну что, давай дальше. Давай. Следующий ты кто у нас там? Шляпник. Безумный шляпник. Да. Он действительно безумный. И так. Запах пары очень странный. Это орешика. Много орешев. Орехи, орехи, орехи. И в них что-то там еще есть. Там ягоды. Там болтаются ягоды на фоне и энергетик. Ну, энергетик... Он там совсем на фоне. Он там совсем-совсем на фоне. Он там дополнительную какую-то нотку дает. Вот в общем коктейли. Но он не навязчивый. То есть это тебе не жидкости там класса Бёрн того же самого, да? Когда я вот просто коктейли... На тебе в лицо. Какие ореши? Да, орешек. Ну, да. Орешек с легкой сладостью и кислинкой чуть-чуть совсем. Ну, это фундук. Такой. Хороший. Обычный. Обычный. Обычный хороший. Скажем, до уровня гридис-крэйч мы очень... Стоп. До уровня гридис-крэйч, давай так вот по-честному говорить, да? Мы еще пока ореховые жидкости вообще ни одной не пробовали. Которые были бы того же уровня насыщенности и того же уровня офигенности. Ну, да. Этот он хороший. То есть по крайней мере он не плохой там, не пластиковый, не химозный и так далее. Да, он просто вот нормальный орех, окей. Вот. И в принципе то, что он замешан там с чем-то вот еще вот на фоне, да? Какие-то вот ягодные вот эти вот послевкусие кислинка даются. Мне у него, знаешь, что не понравилось? Ну как? Мне у него не понравилось, что он такой табачистый что ли. Вот у Рояна после пульсия похоже. Ну может быть, может быть, да. Может быть даже соглашусь в чем-то. Может быть, но это такой вот самый спорный момент, конечно. Ну это у меня странные рецепторы, поэтому к ним прислушиваться точно не стоит. Итак, королева. Красная королева. Красная королева. Червивая. Червовая. Червивая. Червивая. Катерпиллер погряз. Что там, яблоки? А вот и не угадал. По поводу этого вкуса тоже постоянно все экспериментируют. Ну во многих линейках его встречали. И во многих линейках часто на вот именно вот этой жидкости существует провал. Провал в том, что неправильно подбирается ароматизатор клубники. Клубника чаще всего идет пластиковая. Либо пластиковая, либо химозная, либо еще какая-то. Здесь клубника с легкой ванилькой на послевкусие и вот как бы на этом все. При этом клубника нормальная. Как более-менее, то есть не худшая, скажем так. Ну это не из плохих клубников. Да, не из плохих. Это из нормальных, хороших съедобных. Оно, конечно, без изысков каких-то там излишеств. Когда тот же самый Теджусовский клубнику вспомни, которая просто тебя наваливает, наваливает, наваливает. Все. Просто поглощен этим клубничным ароматом. Нет, здесь все проще, здесь все спокойнее. Здесь все на одном каком-то уровне спокойном идет. Ну, я бы чего не добавил. Даже при слоутых сливах просто, чтобы смягчить. Ну, возможно. То есть, клубника хорошая, но она немножко резко струтует, так скажем. То есть, она не врывается так яростно, как Теджус. Ну да, она просто дает какой-то свой вкус. И на этом, в общем-то, все. Обычное. То есть, ту же ванильку я ее называю. Белокролик. Давай белокролика. Белокролик. Кролики это не только 3-4 килограмма. Ценного меха? Ценного мяса о чем-то. Мех меня в меньшей степени интересует. Много очень частых лекций. Кому что. Они просто очень хорошо размножаются. Их выгодно содержать. Чего ты любишь? Ягодки лесные, по-моему. Какие-то. Нет, что-то там еще есть. Сейчас дунут. Не, ну вот так чувствую какие-то лесные ягоды. Это очень ненавязчивый вариант лесных ягод, в которые кинули банан. О, банан, точно, да. А на запахе вот его слабо. Почему вообще он им с сыром пахнет? А это банан, оказывается. Увы, да. А неплохо, кстати. Микс хороший, причем своей ненавязчивостью. Он как бы так на каждой девочку намекает, в общем-то, по большому счету. Он не парит. Он ненасыщенный совершенно. Он дает какое-то послевкусие хорошее после себя. Ну и все. Ну такой ненасыщенный. Он ненасыщенный. И вот, кстати, банан здесь неплохой. Да, что редкость, опять же. Часто бывает банан какой-то либо химозный, либо еще, что здесь нормальный. Либо бывает вьетнамский вяленый. Ой! Не вспоминаю. Либо кожура. Или кожура, да. Здесь неплохой банан, в общем-то, такой, если банановый коктейль, например, делать самим дома, то да, что-то похожее. Да. Дальше в целом, в общем, ничего. Морж и плотник. Это, я так понимаю, у нас уже пошла дополнительная часть. А где там были моржи и плотники? Я, правда, оригинал не читал. Да не было там ни моржей, ни плотних. Творечники готовы. А где все-таки? Сияет солнце в небесах и светит во всю ночь. Ну, что? Все там было. Иди. Я википедию специально по этому поводу перерывал даже. Их ты сейчас. Ну, с википедии ты и всяк дурак сможет. Надо перечитать в оригинале. Вибери википедию добавили. Это хорошая выпечка. Это чизкейк с кремами. Кремами. Да, причем такой яростный хороший чизкейк. Давно не встречал хорошего чизкейка, который прям чувствуется. Ну, да, последний раз у нас чизкейк был хороший когда? Когда мы еще ничего не записывали. И это был чизкейк от Яилика. Вот примерно тогда. Здесь чизкейк, крем, ванилька и клубники чуть-чуть. И клубники чуть-чуть. Мы тебя заинтриговали. Ну да, то у нас любитель выпечки, тебе должно пойти. Чизкейк прям выпирающий такой, прям чувствуется. Причем баланс хороший. Кстати, вот чизкейк прямо классный. Редкий случай. Баланс хороший, ничего никуда не выпирает, ничего лишнего совершенно нет. И все, в общем-то, на нужном уровне. Нет желания что-то добавить, что-то убавить. Как часто бывает, опять же, с рецепциями выпечки. Какой-нибудь один ингредиент выплет куда-нибудь наверх и все. И до свидания это невозможно. Не, вот это вот очень классные чизкейк клубничные. И корочка у него не подгорела. Что бывает очень редко. Вот это вообще классно. Прям классно. Закончим? А что у нас в финале? Тру-ля-ля и траля-ля. Да. Твидли-дум-эн-твидли-ди. Ну да, эти персонажи я помню. Это тот вкус, который я ищу годами. Манго. Манго. Не только. Маракуйя? Близко. Папайя. Папайя? Манго-папайя? Манго-папайя и дынная корка. Очень неплохой вкус. В том и дело. Ты вспомни сколько мы пробовали вот подобных каких-то тропических миксов. Я постоянно на них сидел и ворчал. Очень клёво. Чего-то не хватает. Прям такой клёвый вообще. А вот это, вот это абсолютно гениально. Я вот не побоюсь этого термина. Это просто абсолютно гениальный микс. Всем, кто ищет хорошую тропику, вот этот вкус просто обязательно приобретению. Ты живой? Я живой. Манго с папайя прям вообще шикарно. Манго жёлтый. Надо заметить. Манго жёлтый. Манго жёлтый, спелый. Причём и он не такой припрыно-сладкий, как у того же микс-тур. Да, да. Это не валазийские вот эти вот рецепты микс-турские. Но вот ты классно подметил вот именно дынная корка. Угу. Ощущение, что вот когда ты вот дынью ешь, доходишь вот до корки и чуть-чуть вот её вот захватываешь. Вот эта вот дурацкая кислинка какая-то дополнительная появляется у тебя во вкусе. Это вот она. Не, очень-очень хороший микс. Вот это хороший комплексный. Классный, освежает. Причём освежает и не хуже огурца. Причём парадокс тут кулера нет. Летненький такой. Летненький приятный. Вечерний такой. Классно. Вечерний пар. Весьма классно. Ну давайте подведём итогов. В линейке у нас представлено 8 вкусов. Продаётся всё это добро по 400 рублей в розницу. Но это пока вот без учёта введения акцизов. Что можно сказать про всей линейки. В целом линейка интересная. Но из неё ярко выпирают вот последние два вкуса. Да. Они прям отличаются. Да. То есть ощущение, что либо работали над ними другие люди. Либо ещё что-то произошло. Какая-то вот история непонятная. Но видно, что рецептура совсем по-другому подбиралась. И совсем по-другим принципам. Мастер набил руку. Ну возможно. То есть то ли действительно мастер набил руку. То ли ещё что-то произошло. То есть то ли вот что-то вот просто вот как-то случилось на небесах. Я не знаю. И вот появились вот эти вот два. Они действительно очень резко отличаются. Потому что вот эти вот первые шесть они идут такие. Ну обычные. Ровные. Ну среднестатистические каждодневки. Там со своими какими-то легкими извысками. Но ничего слишком яркого и интересного в них нет. Последние же два. Абсолютно другие. То есть просто другой принцип миксовки. Просто другой в принципе ну уровень разработки. И вот как бы интересно что произошло там вот между вот этими вот шестью и двумя собственными. Ну если первые шесть я могу сказать что это ближе наверно к умоновкусам. По большому счёту. По большому счёту. Они неплохие. Но говорить о том что они какие-то... Даже элементарно говорить о балансе достаточно сложно. Потому что они достаточно простые. То последние два да. Они прям многоплановые. Ну да. То есть они вполне катят скажем даже на какие-то условно премиум варианты жиж. Да. Которые среднестатистические. Вот там типа малазийки той же самой там и так далее. То что прилагается в общем и целом на рынке. Рабли обычно по семьсот по восемьсот. Здесь уровень в общем-то похожий получается. С первыми шестью. Ну это всё вкусовщина конечно. Да это хорошая каждодневки. Вопросов никаких. Но чего-то от них вот ещё хочется. Глубины какой-то дополнительной. Ну если вот в другую сторону двигаться. Вот от этих сюда. То есть разочаруешься однозначно. Ну да. Абсолютно точно. То есть вот эти вот прям два ярких классных вкуса. И как раз такой опа и такая плоскота вот наступит. Ну хотя если ищешь огурец то вот я считаю что гусеницы очень хорошо. Да ладно. Алиса в общем-то тоже достаточно интересная. Алиса сама по себе она очень интересная. Она вкусная. Бог с ним что она практически как бы вот мановкус такой. Ну условно два вкуса всего там. Малина и груша да. Но тем не менее. Она хотя она в общем-то вкусная сама по себе. Ну сам по себе вкус мне понравился. Ну. Ну нет. Вопрос в том что. Даже не вопрос то есть точнее. Что вот эти два вкуса. Это все-таки. Говорю что это. Балансированные. Это многогранные вкусы. Ну да. То переходя к этим. Это говорю что если бы в обратную сторону двигались. То переходя к этим. Мы натыкались на некую плоскость вкуса. Потому что там ну простенько все. То есть там два каких-то вкуса замешано вместе. Вот получился. Ну да. Даже если они необычные. То это все равно два вкуса. Которые замешаны вместе. Ну в общем по итогам. Из всей линейки хочется конечно выделить. Последние два вкуса в ней. Это морши плотник и тра-ля-ля и тра-ля-ля. Они прямо супер. Прямо идеально. Это очень здорово. Это очень комплексно. И все это очень интересно сделано. По остальным вкусам от них хочется чего-то большего. Особенно вот на фоне вот этих двух прекрасных миксов. Ну да. Поэтому я не знаю разработчикам. Я бы если честно пожелал взять вот и всю линейку просто переработать. Все эти старые шесть вкусов. Добавить. С оглядкой на последних два. Да. С оглядкой на последних два. С опытом последних двух. Взять переработать их. Сделать их новыми и яркими. И тогда линейка приобретет вообще вот свое серьезное имя. И свою какую-то вот серьезную я не знаю нишу на рынке. А так ну да два вкуса мы абсолютно смело будем рекомендовать остальные. Вкусовщина. Надо пробовать. То есть что-то зайдет абсолютно точно. Но что вот нам неведомо совершенно. Поэтому наверное так. Поэтому всем спасибо что вы нас терпели. Всем спасибо что вы нас смотрели. Всем счастливо. Всем пока. Пока-пока. 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 Продолжение следует...